Государство не должно быть слишком либеральным в экономических вопросах. Для поддержки экономического роста России нужен мощный стимул, но не стоит рассчитывать только на рыночные механизмы. По мнению Евгения Примакова, правительство приняло правильное решение, изменив программу приватизации госактивов. Сейчас нужно сохранить контроль в естественных монополиях и поддерживать инвестиции в крупные проекты. Крупные, как правило, государственные компании, имея больше возможностей для инвестиций, призваны сыграть основную роль в росте экономики. Речь идет в первую очередь об осуществлении мегапроектов, которые могут и должны подстегнуть экономический рост. Конечно, при этом нельзя не уделять должного внимания частным предприятиям. Но разве не ясно, что без государственных крупных компаний мегапроекты неосуществимы? В ближайшее время правительству придется бороться с бюджетным дефицитом. Расходы казны в этом году будут сокращены как минимум на 5%. Государству нужны деньги, поэтому полностью свернуть программу приватизации невозможно. До 2016 года чиновники планируют получить от продажи долей в государственных компаниях 455 миллиардов рублей. Это могут быть нефтяные активы, часть РЖД и объединенные зерновой компании. В стратегических отраслях государство, наоборот, усиливает влияние. Рынок, при том, что это эффективная, самая на сегодняшний день эффективная система экономического развития, у него есть свои недостатки. При определенных условиях бывают провалы рынка. И государство для того, чтобы реструктуризировать активы, как оно сделало судостроительные компании, как оно взяло обратно активы в области производства военной техники. Потому что рынок, по большому счету, в 90-е годы провалили. Для развития малого бизнеса и усиления свободной конкуренции тоже потребуется вмешательство государства. Владимир Путин уже принял решение, что не меньше 15% государственного заказа должно отдаваться малым и средним компаниям. На практике это пока трудновыполнимо. Далеко не все из них могут соответствовать требованиям госкомпаний. И до сих пор не отработан механизм контроля. Именно малому бизнесу достанутся эти 15%. Над созданием такой системы сейчас работает Торгово-промышленная палата России совместно с Федеральной антимонопольной службой. И если эти 15% пойдут, и не только в госзаказе, но и в заказе предприятий с госучастием и государственных предприятий, то это, я вам могу сказать, в год примерно 13-14 триллионов рублей. Возьмите 15% и поймите, какая сумма. Никаких фондов не надо в поддержке малого бизнеса, если эти деньги действительно все уйдут в малый бизнес и будут там работать. Следующим шагом должно стать привлечение долгосрочных кредитов для малого бизнеса по льготным процентным ставкам. Возможно, это будет сделано с привлечением средств Фонда национального благосостояния через институты развития, Внешэкономбанк и Банк поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас главное обеспечить бизнес заказами. Заказы, рынок. Есть рынок. Я бизнесмен, я знаю, если я буду отковать этот рынок, совершенствовать свою продукцию, повышать качество, значит, у меня есть гарантии успеха и прибыли. А дальше в цепочке стоят все другие сопутствия. Модернизация, новые технологии, оборудование, кредиты и так далее. Весь сектор переходит в движение, в развитие. По мнению Евгения Примакова, несмотря на дефицит бюджета и замедление экономики, у государства есть скрытые резервы для развития. Для этого достаточно равномерно исполнять бюджет. Как правило, в первом квартале финансируется не больше 10% годового плана по федеральным целевым программам. К середине года – 25%. И лишь к концу года деньги доходят до адресатов. В результате первые полгода бюджетные средства оказываются замороженными, а предприятия вынуждены обращаться за дорогими банковскими кредитами, увеличивая сметы на исполнение госзаказа. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»